Привет зрителям моего канала! Я сегодня вышла в лес, в абсолютно сухой лес, без надежды на традиционные грибы. И тут мне в голову пришла такая мысль, а не сделать ли мне рубрику для выживальщиков. Это движение было очень популярным до 2012 года. Ну и когда обещанный конец света не случился, не все достали свои схроны и съели. Многие так и занимаются темой выживания. А мне это занятие знакомо не понаслышке. Мой муж очень увлекался выживанием еще до нашего знакомства. Ну и я, как порядочная жена разделила его увлечения. Знания и навыки выживания очень интересны и пригождаются в повседневной жизни. Тем более в нашей богатейшей на природные ресурсы ископаемой стране приходится выживать многим. Ну не помогают дорогие поддельные лекарства на основе мела из аптек. Поэтому приходится лечить себя грибами и травами. А про продукты лучше вообще не говорить. Я, например, не могу есть 300 раз замороженную рыбу без головы. Другое дело своя пойманная рыбка. Многие говорят, грибы не заменяют мясо. Знаете, такое мясо, как в наших магазинах, заменят и грибы и окажутся еще более полезными. Поэтому в свое время я занялась охотой, рыбалкой и познаванием грибов и трав. Ну, ближе к теме. Сегодня хочу показать, как в негрибной период можно найти себе пропитание. Как бы сказал кумир выживальщиков Бергриллс, источник белка. Да. Насекомых мы есть, конечно, не будем. А вот грибы рассмотрим повнимательней. Ну что, вперед на поиски. Вот смотрите, петиция коричневая. Ближайший родственник сморчков и строчков. Ну, почему? Потому что поверхность у них одинаково ломкая. Гриб съедобен, но абсолютно безвкусный и ломкий. Он не пользуется спросом у грибников, что очень на руку нам, выживальщикам. Потому что в трудные минуты жизни нам не до изысканных вкусов. А петицию можно есть без угрозы для жизни. Сейчас возьмем ее, рассмотрим поближе. Видите, она такого же цвета и такая же вот по хрупкости, как шляпка у сморчков. Коричневый цвет, низ у нее светлее, такая восковидная, ломкая очень. Ее нужно лишь отварить минут 10 или засушить для грибного порошка. Самое главное, осторожно донести ее, потому что, видите, гриб очень ломкий. Ну, берем ее с собой. А вот это уже просто ценнейшая находка. Герицый или ежовик короловидный. Съедобный, изумительный гриб, еще и лечебный. Он не требует отваривания. Его жарят, сушат, готовят супы. Я его даже мариновала. А обжаренный в кляре, это просто бесподобно. Его лечебные свойства давно изучены, применяют для повышения иммунитета. И главное, что в нем хорошее, это гриб восстанавливает нервные клетки. Многим известна китайская настойка, выводящая людей из глубокой депрессии. Вот такая ценная у нас сегодня находочка. Но оставлю его расти. Дождевик. Один из наиболее вкусных грибов. По наличию полезных веществ превосходит другие грибы. В частности, белые по содержанию белка. И если белые грибы накапливают в себе радиацию, то дождевики, наоборот, выводят из организма радиацию и тяжелые металлы. Содержит в себе антибиотик, поэтому отлично лечит раны и обезболивает их. А едят их вот в таком молоденьком состоянии. И жарят, и в супах, и сушат. Превосходный гриб. А вот еще любопытнейшая находочка. Видите вот эти синие грибочки? Смотрите, сколько их здесь много. Это говорушка анисовая. Между прочим, съедобный гриб четвертой категории. У них яркий запах аниса. И из-за вот этого синенького цвета и запаха аниса говорушку ничем не спутаешь. И среди грибников говорушка анисовая малоизвестна, что опять на пользу нам, выживальщикам. И вот смотрите, растет она большими семействами. Поэтому с одного места набрать можно их очень много. Вот такие красивые синякие грибочки. Причем запах настолько сильный, что можно применять как ароматизатор. Прелесть. Да еще в таком молоденьком состоянии попались красавицы. Сейчас давайте рассмотрим поближе говорушку анисовую. Сейчас я ее сорву. Видите, ножка у нее у основания утолщенная. Весь грибочек сине-зеленого цвета. Шляпка у молоденьких вот таких, она еще выпуклая. Ну, ножка и шляпка одного цвета. Говорушки анисовые обладают антибактериальным эффектом. Эти грибы используют для лечения туберкулеза. Ну, помимо этого, в шляпках говорушек содержатся витамины В1 и В2, а также марганец, медь и цинк. Старые говорушки становятся желто-серого цвета, и их легко можно спутать с говорушкой белой анисовой. Она очень ядовита. Поэтому стараемся брать вот такие молоденькие грибочки, пока они синего цвета. Так что говорушка анисовая для выживальщиков, это не только еда, но и бесподобное лекарство. А вот у нас еще хорошая находочка. Это говорушка подогнутая или рыжая. Малоизвестный съедобный гриб, вполне хорошего качества. Вот смотрите, шляпка и у нее бежевая, и ножка такого же цвета. Ножка слегка утолщенная к низу. Сначала в молодом состоянии шляпка выпуклая, потом становится воронковидной, с таким бугорком в центре. Края шляпки подогнутые, поэтому и носит название говорушка подогнутая. Мякоть толстая, упругая. Вкус у них мягкий, запах слегка парфюмерный. Встречается она часто. Растут они большими группами, образовывая ведьмины круги, поэтому набрать их можно много. Собираем вот только шляпки, потому что ножки жесткие и в пищу уже непригодные. Перед употреблением их нужно отварить не менее 20 минут, чтобы убрать легкую горечь и вот этот парфюмерный запах. А затем можно жарить, мариновать, готовить супы. Говорушки оказывают хорошее влияние на состояние организма в целом. Их применяют в качестве профилактики от инфекционных заболеваний. Также грибы помогают вывести из организма токсины, наладить работу пищеварительной системы. И еще в них есть витамины группы В. В народной медицине из говорушек делают вытяжки и отвары. Также говорушки помогают залечить раны и оказывают обеззараживающий эффект, что в принципе очень важно в процессе выживания. Вот у нас еще находка. Это рядовка желто-красная. Встречается она редко и только на хвойных породах дерева. Вот на хвойном пенечке еще рядовки. Сейчас оторву одну. Вот видите, мякоть у нее мясистая, плотная. Пластинки желтого цвета. Мякоть тоже желтого цвета. Шляпка бархатистая, такого желто-красного цвета. Ножка одного цвета со шляпкой. Гриб имеет пресный вкус и кисловатый запах. И относится к условно съедобным грибам четвертой категории. Ее трудно назвать вкусной. А это у меня опенок кондоля или псатирелла кондоля. Долгое время гриб классифицировался как несъедобный. Но на сегодняшний момент это утверждение подвергнуто большому сомнению. Многие специалисты и опытные грибники говорят, что гриб безопасен, если его тщательно отварить. Я тоже когда-то рискнула и попробовала. На вкус он никакой. Но это все-таки еда. Смотрите, что нашла. Небольшая кучка маслят. Причем срезала я их быстрее, чем сняла. Ну, о маслятах рассказывать вам не надо. Ну и вот смотрите, что мы с вами имеем. Как выживальщики. То есть, преимущество опытного грибника перед обычным грибником. Вы всегда с грибами, несмотря ни на какие условия природные. Вот у нас с вами говорушки. Это говорушка подогнутая. В народе ее очень часто называют кушками. То есть, по идее, знающий народ ее берет и ест. Дальше что? У нас есть рядовка красно-желтая. Рядовку предварительно отваривают не менее 40 минут. И можно варить, жарить и солить. Лучше всего ее мариновать с другими грибами. При этом слабая горечь и пропадает. У нас есть с вами дождевики. Великолепные и съедобные грибы, и лечебные грибы. И они сейчас как раз в таком молодом состоянии. А запах у них это просто изумительный. Вот он насыщенный грибной. И вот у нас еще с вами говорушка анисовая. Запах приятный анисовый. Что можно из нее сделать? Ее нужно отварить минут 10-15, чтобы уменьшить запах аниса. А дальше также маринуют, солят, жарят. Мне нравится она на вкус. Вот еще наши говорушки подогнутые. Еще в прилове у нас несколько маслят. А это уже просто царский ужин. Два опенка кандоли. Вот такой вот у нас сбор. Во-первых, грибы – это белок. Во-вторых, это витамины, микроэлементы. То есть, как бы сказал идол всех выживальщиков Белл Гриллс, источник белка у нас есть. Поэтому без еды мы не остались. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...